Ну что, коллеги, давайте начнем. Время 18.30, сегодня пятница. Приятно, что столько количества человек подключилось на данный семинар. Меня зовут Суслов Александр, и сегодня мы рассмотрим курс по строению системы безопасности персональных данных в организации. Курс на самом деле представляет из себя... Он двухдневный, он 16 часов. Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. И мы сегодня попробуем в час уложить основные вещи, которые проходят на курсе. Какие-то интересные вещи, которые могли бы помочь вам в данном вопросе или вовлечься в данную тему. Ну, посмотрим, что у кого. Сейчас у нас народу не подходит. Ну, прежде пару слов о себе. Вот на мое образование вы видите на экране. Я более 14 лет работаю в области информационной технологии и информационной безопасности. Более 10 лет в банковской сфере. Сейчас я являюсь начальником службы информационной безопасности группы компании Ликснет. То есть я такой практикующий преподаватель. То есть, в принципе, мой опыт можно поделить где-то наполовину. Сначала я строил высоконагруженные отказустройщики информационной системы. Потом я их защищал. С точки зрения образования, это Рязанский государственный технический университет, где я получил основное образование в области информационной безопасности и IT. Ну и дальше для того, чтобы руководить более сложными проектами, пришлось повышать свою квалификацию на МБА, на МБА. И прошел стажировку в Немецкой Академии Менеджмента. Участвовал в достаточно... В банковской сфере достаточно крупные проекты. Это проведение деятельности банка в соответствии с ОСТОБРом, 152-й закон, закон о национальной платежной системе, и международные стандарты, такие как PCI-DSS, к примеру. Име опыт в построении системы информационной безопасности банка, как банка, так и процессингового центра организовывала служба предотвращения мошеннических операций. То есть мы боролись с фродом, мы боремся с фродом с мошенническими операциями. Конечно, это вопросы защиты комиссиональной информации в банке, и в том числе защиты персональных данных. Немного о информационных ресурсах, которые вам пригодятся при работе, при защите персональных данных в данной деятельности. То есть у нас есть несколько порталов. Первый – это портал ВСТЭКа, где расположены информации по их нормативной документации. У них, интересно, есть банк данных угроз безопасности информации, такой так называемый duevstack.ru documents, где расположены, кроме как документы, так еще и расположены актуальные угрозы, которые вы можете использовать при построении модели угроз, при разработке модели угроз, частной модели угроз. Можно оттуда брать эти актуальные угрозы. Достаточно интересный портал, поэтому я рекомендую всем ознакомиться с ним. Конечно, это Федеральная служба безопасности, на которой тоже нормативка, касающая защиты. Скажем так, криптографическая защита. Однозначно, это портал Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых инвестиционных, и уникальность Роскомнадзор. Там у них есть портал персональный, ну, касаемый персональных данных. На нем расположена нормативная документация, на нем есть реестр операторов, на нем же можно подать уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных. Судебная практика также на нем интересная располагается, поэтому я очень его рекомендую. Ну и, собственно, невозможно пройти мимо данного портала в работе, в данной деятельности по защите персональных данных. Конечно, это гарант и консультант, которые помогают найти эту нормативку. Так получилось, что при разработке курса приходилось пользоваться и тем и другим, потому что комментарии, которые даются, они немного отличаются, ну, не отличаются, но где-то полнее, где-то меньше, менее полные, поэтому рекомендую использовать и то, и то. Ну и, конечно же, это ваш личный кабинет, специалист.ру, на смысл специалисте, где по данному курсу выложены основные документы. На текущий момент у меня там порядка, наверное, 20 документов, шаблонов документов, которые можно использовать и адаптировать для своей организации при разработке документации. Немного о центре, да? То есть учебный центр специалист. У нас, соответственно, существует более 26 лет на рынке образовательных услуг. Более 1000 курсов в нем преподает 250 преподавателей-экспертов, 80 учебных классов и где более 30 тысяч корпоративных клиентов. Ну и уже более миллиона выпускников, и это очень приятно, очень интересная цифра, которые прошли обучение здесь, и которых объединяет учебный центр специалистов, дает им вот эту площадку для общения, нетворкинга, когда вы можете общаться, скажем так, не только по профессиональным вопросам, да, и обмениваться там каким-то мнением или помогать друг другу, ну и, скажем так, находить друзей, что, собственно, я не раз видел уже на курсах, да, то есть какие-то общие вопросы решаются совместно на курсе, и люди там уходят с курса не только там со знаниями, да, но и уже с какими-то конкретными решениями, что очень приятно. Что касается законодательства в области защиты персональных данных, на слайде я попытался, видно, хорошо, я так понимаю, вот, на слайде я попытался указать основные документы, которые необходимы, при, ну, которые необходимы опираться в данной деятельности, да, то есть, ну, соответственно, вверху два документа, которые касаются международных актов, да, это Европейская конвенция защиты физических лиц, это новый закон GDPR, который вышел два года назад и вступил в действие 25 мая этого года, если не ошибаюсь, да, подателем 25 мая, вот, данный документ также имеет экстракториальное действие, и поэтому на него тоже надо обращать внимание, то есть, если у вас вы обрабатываете персональные данные не только наших граждан, но и граждан Евросоюза, вам необходимо на него опираться. Что касается наших законов, это, конечно, 152-й закон о персональных данных и 149-й закон о информации, информационной технологии и защите информации. Эти два закона дополнены 242-м законом, который вышел в 2014 году, и, собственно, он дополнил эти два закона в части того, что базы данных должны были теперь размещаться на территории Российской Федерации, ну, как вы помните, интересная тема была с LinkedIn, да, и он до сих пор не работает, они не разместили, отказались размещать на территорию РФ, базы данных, и, собственно, их заблокировали. И он же вносит, дополняет 149-й регламентом по блокировке РФСКО, что надзор имеет право блокировать. Собственно, указы президента, это 188-й закон, который включает перечень консенсальной информации, и, соответственно, в нем же впервые в 1997 году персональные данные были отнесены к перечню консенсальной информации. Вот, дополнил он 357-й. Что интересно, что у нас есть несколько постановлений правительства, да, и основное для нас это 1119-е постановление правительства, которое определяет наши требования. И, в принципе, стоит посмотреть, что это 87-е, это постановление правительства касается обработки, неавтоматизированной обработки в защите персональных данных. Основными документами, ну, если посмотрите, вот все, что подчеркнуто, да, то есть это вот основные такие документы, на которые я бы рекомендовал обратить внимание в первую очередь. Документы FSTEC, это, конечно, 21-й приказ FSTEC, методика определения актуальных угроз и базовая модель угроза. Все вот эти документы нам будут, скажем, необходимы в этой деятельности. Ну, немножко рассмотрим более подробно. Конвенция Совета Европы, да, то есть эта конвенция принята у нас, соответственно, еще в 81-м году, ее целью было обеспечить на территории каждой сторон уважение прав и свобод, да, то есть все собрались, договорились о том, что мы должны обеспечить приблизительно одинаковый уровень защиты персональных данных на всей территории, на всеми сторонами, которые примут эту конвенцию. Соответственно, Россия эту конвенцию подписала в 2001-м году, но артифицировала ее только в 2005-м, вот вы видите, закон 160-й, артификация конвенции с исключениями. Исключения касаются обработки данных в личных и семейных целях. И все, что касается ГОСТАИН, и все, что касается безопасности государства, не попадает в исключения. Ну, соответственно, GDPR, как мы говорили, вступил в силу в мае 2016-го, и применение начинается с 25-го мая. Соответственно, что стоит отметить, что он имеет экстратериальные действия, то есть применяется ко всем компаниям, которые обработают персональные данные. Президентов и граждан есть, независимо от местонахождения компании. И, что очень важно, да, очень высокий штраф за его нарушения. Что касается закона о персональных данных. Закону уже 12 лет. Он, соответственно, требует от операторов правильной обработки защиты персональных данных. У нас есть три основных проверяющих органов, Роскопнадзор, СТЭК и ФСБ. Ну и, собственно, может еще, если вы там с Центральным банком имеете к вам отношение, да, Центральный банк вас тоже может проверить по данному вопросу. Ну и что интересно, такая тема, что 28 января, начиная с 2007-го года, отмечается Международный День защиты персональных данных. Такой праздник, как бы не на слуху, но, если что, можно отметить. Что касается персональных данных, да, то есть это любая информация, которая относится прямо или косвенно к определяемому или определяемому физическому лицу, то есть субъекту персональных данных. Ну, по сути, это практически все, да, то есть фил, e-mail, номер телефона и так далее. То есть, если нашей целью является идентификация субъекта персональных данных, то это персональные данные. Вот пояснение Роскомнадзора, что фамилии и инициалы гражданин, это, конечно, персональные данные субъекта, но, по сути, это цифровой код, который как бы не относится, если мы не можем фактически идентифицировать. И что интересно, вот ниже ссылка в слайде, там постановление, вот, в котором, там, все откроется сейчас, да, постановление арбитражного суда города Москвы, вот, ну, суть такая, что была компания, которая собирала данные, ну, для контекстной рекламы, они собирали данные, там, из куки, из браузера, да, то есть, ну, данные куков, вот, то есть, это, там, персональные данные, там, с чем интересуются человек. На самом деле из куков можно вытащить большое, ну, громадное количество информации, это e-mail, это паспортные данные, ну, конечно же, это FIO и так далее, IP-адреса, это посещение, какие сайты были, как посещал человек, вот, и, собственно, они использовали только для контекстной рекламы IP-адреса, и, ну, как бы, и, там, какие сайты посещал человек, категорию этих сайтов, и передавали, скажем так, в маркетинговых целях, вот, ну, и, собственно, тем самым они делали все это дело без согласия, то есть, не было права в основании для обработки персональных данных, а FIO признал, что IP-адреса тоже в данном случае являются персональными данными и решил привлечь компанию, назначил штраф и наказание в размере 30 тысяч рублей. Вот, очень интересное решение суда, то есть, вы можете его, там, как бы, более подробно посмотреть. Давайте я скину ссылку на него в чат. Кто такой оператор? Ну, собственно, определение оператора из-за закона вы видите на слайде, ну, а формально это все, то есть, если мы работаем с персональными данными, там, в своих интересах или интересах третьих лиц, то необходимо исполнять требования закона о персональных данных. Вот, собственно, что такое обработка персональных данных, да, то есть, это любое действие, операция или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, излично блокирование, удаление, уничтожение. Ну, то есть, если формально, то мы просто храним в блокноте FIO и телефона, да, то есть мы обрабатываем персональные данные. Вот, поэтому, как бы, мы вынуждены будем исполнять требования, которые предъявляет закон. Ну, собственно, такой небольшой слайд, на котором можно проверить, а попадает ли наша компания под действие закона 152 ФЗ. То есть, если у нас есть установленная система аналитики, да, то есть это Яндекс.Метрика, Google, используем Google Analytics или что-то еще, попадаем. И чуть позже в запросе мы увидим, что Роскомнадзор при проверке запросит информацию о ваших сайтах и запросит информацию о тех системах аналитики, которые вы используете. Следующий момент, это если ваши бизнес-процессы подразумевают вот информационную систему персональных данных. Если вы имеете систему лояльности, да, ну, уже все, наверное, привыкли, да, то есть когда мы покупаем что-то в магазине, нам предлагают оформить карту, нам всегда, почти, почти уже всегда выдают там листочек согласия о том, что мы согласны на обработку персональных данных. При этом это согласие не всегда оформлено правильно, за что, собственно, как бы компания тоже может пострадать, потому что это требование к согласию, оно тоже прописано. его чуть попозже мы рассмотрим. Если компания собирает и хранит мобильные телефоны клиентов, если на сайте или в офисе организация запрашивает данные о клиенте, если, ну, какие-либо любые другие способы сбора персональных данных сотрудников, клиентов и партнеров. Собственно, что требует закон? Конечно, это разработать документацию, назначить ответственных, подписать с физическими лицами соответствующие документы, получить с них согласие. Необходимо логикозовать базу персональных данных на территории РФ, как мы видели, в соответствии с 242-м законом. Подать уведомление в Роскомнадзор за неподачу уведомлений, это тоже нарушение требований, за неподачу изменений, если у вас что-то изменилось, вы подали уведомление, у вас, например, сменился ответственный. Вам тоже необходимо подать уведомление в Роскомнадзор об изменении данных, то есть об изменении ответственного. И в случае, если вы этого не сделали, а вас назначили ответственным, будет проверка, вы как ответственный должны были подать уведомление об изменении. Штраф будет на вас как на должностное лицо. Это тоже очень важно. А тогда генеральный директор ответственного. Ну, ответственный должен быть на ответственное персональное директор. На самом деле, в 16-часовом курсе мы подробно рассматриваем решение суда, и у нас в качестве примера есть такое решение, когда человек устроился на работу, и вышел приказ о назначении, и он не сменил. И пришло уведомление, ну, как бы при проверке ему назначили штраф. И, конечно же, это необходимо обучить сотруднику, провести обучение в защите персональных данных по работе с данными. Ну, собственно, вот такая вот простая рыба со скелетом. То есть, ну, первое, разрабатываем документы, добавляем пункты, анализируем договора и добавляем пункты о безопасности договора с контрагентами, размещаем политику на сайте. Ну, в личном кабинете рекомендации по разработке политики будут приведены, можно тут будет скачать. Мы определяем верные цели обработки персональных данных, собираем согласие, когда подаем уведомление в Роскомнадзор, и, конечно, техническая защита. Ну, и вот, собственно, все, что нам надо сделать, оно проведено вот на этом экране. Да, такой план проекта. Я не знаю, видно нормально или... Давайте тогда, может быть, заменю его. Так, лучше, да. Да, ну, как мы всегда все знаем, да, все начинается с аудита. Ну, вот план мероприятия, вот он, сколько у нас листочков, где-то на 13 листах, достаточно объемный. Вот, и все, конечно, начинается с аудита. Мы, конечно, должны назначить комиссию, которая по приведению в соответствии требований законодательства. Вот, в комиссию мы должны обязательно включить лиц, которые у нас, соответственно, будут за организацию обработки и за защиту. Вот. Спускаем к приказу комиссии. Ну, документы там о назначении комиссии, о положении комиссии. Я, соответственно, шаблон этих документов положу чуть позже в личный кабинет, и вы сможете их адаптировать для себя. Там ничего такого сложного нет. То есть, да, то есть надо просто выбрать этих людей, которые в нее войдет. И, соответственно, вписать, и адаптировать под свою компанию. Соответственно, дальше мы анализируем договора и соглашения с третьими лицами, да, то есть анализ договора, и подписываем обязательства о невзглашении. Ну, и соглашение об обеспечении безопасности персональных данных. Ну, в моей практике я, как бы, уже так в компании сложилось, да, то есть мы стараемся при заключении новых договоров, где предусматривается какой-то обмен персональными данными, ну, и, в принципе, да, это подписывать NDA, там, соглашение о комиссиальности. И это такая нормальная практика, в компании разработан шаблон, и, собственно, с каждым договором он, скажем так, передается и подписывается. Ну, и что интересно, что вот культура данная уже входит в массы, и достаточно часто вижу, что приходит контрагент уже со своим, там, где, там, вот, осталось только выбрать, чей лучше, чей интереснее. Вот, поэтому, как бы, советую это делать. Соответственно, необходимо будет определить цели обработки персональных данных, ну, параметров обработки персональных, то есть перечни обработки, перечни обрабатывания персональных данных, определить сроки обработки, определить совершаемые операции, выявить избыточные данные. Выявление избыточных данных поможет вам немного, скажем так, сэкономить на средствах защиты. В более, ну, в 16-часовом курсе мы рассматриваем как раз вопросы, как можно немного сэкономить на этом. То есть, одна из тем, это как раз удалить те данные, которые, скажем, избыточные, то есть для того, чтобы переплассифицировать вашу информационную систему. Тем самым у нас будет другой уровень защищенности и, соответственно, другие требования. Определяем перечень должностей и лиц, имеющих доступ к персональным данным. Кстати, тоже тема, которая позволяет сэкономить, да, то есть когда мы ограничиваем игрух, нам количество устройств, которые, на которых обработки персональных данных, оно тоже сокращается. Тем самым средства защиты мы внедряем, нам надо внедрить намного меньше средства защиты на меньшем количестве, например, персональных компьютеров. Определить госорганы, в которые мы передаем персональные данные. Определяем СПДНы, перечень средств защиты и перечень помещений. Дальше идет достаточно большой объем работы по приведению соответствий. То есть мы должны утвердить форму согласия, разработать оферты, разработать технический паспорт на СПДН. Ну и, соответственно, разработать положение обработки персональных данных, политику оператора в отношении обработки персональных данных. Ну и можем переходить к второму шагу. Это определить уровень защищенности нашей сети и разработать модель угроз. После чего мы сможем сохранять требования на средства защиты персональных данных и приступить к их внедрению. Важно отметить, что при разработке определения уровня защищенности мы должны разработать регламент определения уровня защищенности и составить акты определения уровня защищенности. Это необходимо сделать, чтобы подтвердить, что наш уровень защищенности выбран правильно. При этом необходимо его пересматривать с периодичностью, которую определяете вы, но ни разу не менее одного раза в три года. Подаем уведомление Роскомнадзору. Уведомление Роскомнадзору достаточно просто подать, как бы сложно это ни казалось. Мы заходим на сайт Роскомнадзора и сейчас я даже продемонстрирую. То есть вот мы заходим на портал. Соответственно здесь есть ссылку, вы видите. Ссылку вы видите у себя в чате. Есть реестр операторов. Посмотрите, включена ваша компания в реестр операторов персональных данных. Можно также на сайте и можно здесь заполнить электронную форму уведомлений. Достаточно все просто. Соответственно здесь проходите, заполняете. Вам присвоится, после того как вы их заполнили, вам присвоится определенный номер. Дальше вы распечатаете эту форму, подписываете у руководителя и отправляете ее почтой. Если вам нужно что-то изменить, вы можете по этому номеру зайти и поменять эту форму. И после нажать сохранить, она отправится в Роскомнадзор. Дальше вы письмом отправляете по адресу в территориальные органы. И соответственно где-то в течение трех недель вы появитесь в данном реестре. Если что-то не нужно уточнить, вам придет письмо от Роскомнадзоров с просьбой произвести уточнение. У вас есть некоторое время для того, чтобы подать изменения и после этого вас внесут. Ну скажем так, очень достаточно простая операция. Давайте перейдем дальше. Ну собственно следующий наш этап это разработка рационно-распорядительной документации. То есть это мы должны описать наши информации из ПДН, какие комплексы технических средств мы внедряем. Но это все будет связано с тем уровнем защищенности, с той моделью ГРОС, которую вы разработаете. Но здесь, скажем так, составление модели ГРОС это отдельная тема, достаточно большая. И в 16-часовом курсе посвящено, скажем так, где-то в районе двух часов на рассмотрение данной темы. Потому что не все просто. И мы рассматриваем методику, каким образом необходимо данную модель разрабатывать. Так, это что касается документов. Ну и следующий момент, это мы должны произвести установку средств защиты и испытания. Все это должно сопровождаться, конечно, документально. У нас должны быть акты сдачи приемки, акты настройки, протокол предварительных испытаний и так далее. Опять же, скажу, что тоже более детально. И шаблоны документов, они, конечно, на курсе рассматриваются. Ну вот, рассмотрение этого плана посвящено где-то в районе трех часов. И каждый документ мы стараемся рассмотреть и предоставить шаблон. Если что-то не хватает, то каждый шаблон мы рассматриваем. Ну, либо через какой-то момент обмениваемся и предоставляем. Собственно, что смотрят при проверке. У меня есть перечень документов, которые необходимо представить для достижения цели задачи при предъявлении проверки. Это все, что запрашивает Роскомнадзор при проверке. Здесь семь листов. И я скажу так, что вот если, к примеру, вам через два дня пришел запрос, за два дня подготовиться не получится. То есть есть достаточно большой объем данных. Вот, ну, к примеру, вот общие сведения, которые запрашиваются, да, они на трех листах, 35 пунктов, которые включают, там, необходимо предоставить описание. По каждому виду деятельности перечисленных в уставе необходимо указать и там категории персональных данных, перечень из ПДН, которые используют цель обработки персональных данных. Собственно, правое обоснование, на основании чего вы делаете согласие, договор или какая-то статья закона. Кроме того, согласие, можно посмотреть, не только, да, на вот, которые вы берете там с клиента или своего сотрудника на обработку персональных данных, но и форма согласия соискательного замещения вакантной должности, форма согласия посетителей офиса на обработку персональных данных. Да, потому что люди к вам приходят, вы же их персональные данные собираете, а дальше как вы их храните, как вы их обрабатываете. И в данном случае есть там нюансы, которые мы рассматриваем, как правильно организовать процесс по приведению вот этого процесса в соответствии с законодательством. Вот, согласие работника, оператор на обработку персональных данных, согласие родственников работников, да. То есть, если вы собираете данные, там, больше, чем нужно соответствовать трудовым законодательствам, там, для формы Т2, вам, ну, а у родственников, а это иногда делают, там, безопасность, к примеру, да, при проверке кандидатов, вот, то необходимо, соответственно, получать согласие родственников. Ну, если, конечно, это не касается госслужбы, да, где это все регулируется, там, другим законодательством, вот, необходимо тоже предоставлять. А предоставление согласия, оно лежит на, скажем так, операторе, да, то есть доказать, что вы взяли согласие, это ваша обязанность, вы это должны сделать. Штатное расписание, да, то есть, даже так же вы представляете информацию о значении ответственных, должностные инструкции, на основании которых они выполняют политику, местохранение, подтверждение аудита, копии журналов и так далее. Вот, ну, всего, вот, я бы насчитал 35 пунктов, но это 35, но если мы каждый, что у нас там несколько видов деятельности, которые у нас перечислили уставы, то эти 35 пунктов, они фактически у нас будут на несколько видов деятельности распространяться. То есть, они увеличиваются. Проверяется также кадровый блок, да, то есть, здесь тоже достаточно много спрашивают, то есть, это, видно, да, нормально, то есть, справка о порядке поиска и подбора, да, то есть, если мы, там, берем, скажем так, резюме с хитхантера, общедоступные персональные данные, все вроде бы как красиво и нормально. Но если нам, например, рассмотрим ситуацию, когда мы берем информацию, нам пересылают ее на почту, да, и здесь очень важно, откуда мы взяли ее, получили ли мы согласие на обработку персональных данных, обезличили ли мы, ну, нет. И в разъяснении Роскомнадзора есть такие моменты, что мы должны приложить усилия для того, чтобы получить согласие с человеком, который отправил нам. Если нам не удалось от него, ну, идентифицировать данного человека и получить от него согласие, мы должны удалить это резюме. Плюс, ну, то есть, мы не должны это хранить, да, то есть, в течение месяца мы, после того, как мы ему отказали, мы должны и удалить само резюме. Поэтому, скажем так, вот эти вещи мы также рассматриваем, то есть, как правильно произвести в соответствии вот этот порядок работы с, ну, скажем так, с резюме, да. Правовые основания, цели, места хранения лица, которые имеют доступ к порядку и условиям уничтожения. Форма согласия, кадровый блок предоставляет, ну, вот, как я и говорю, форма согласия работников на обработку, форма согласия родственников. Копия договоров заключенных с третьей лицами, касающихся поручения на обработку персональных данных и так далее, да. Всего здесь 13 пунктов, которые Роскомнадзору требуется там предоставить, которые предоставят справку. Что касается ИСПДН, да, то есть инфляционных систем обработки персональных данных, мы должны, конечно, сформировать перечень и передать, мы должны, конечно, сообщить сведения о местонахождении баз данных. Сведения о местонахождении мы также подаем при уведомлении Роскомнадзора. Мы должны, конечно, произвести описание системы и предоставить все это дело в справках. Ну, всего здесь 14 пунктов, да, которые необходимо сделать. Но вот уже, в принципе, на основании того, что указано на слайде, да, то есть можно при подготовке это использовать и уже начинать делать. Очень интересно все, что касается интернет-сервисов, да, то есть Роскомнадзор просит предоставить справку об использовании на сайтах оператора интернет-сервисов, разработанных и принадлежащих оператору. Да, то есть, если у нас есть интернет-сервисы, да, то мы должны предоставить о них информацию. Также, если у нас вводятся какие-то персональные данные, да, на сайте, да, мы собираемся с помощью этого, мы должны получить, предоставить согласие. Формы согласия бывают разные, мы их, опять же, также рассматриваем на, ну, более подробно на 16-часовом курсе, но могу предоставить более... Сейчас я открою сайт, может быть, уже замечали там сайты, на которых форма согласия выводится в виде такого экрана, там, ну, на сайте сейчас. Бош.ру, продемонстрирую более подробно. Ну, вот, например, очень интересная форма согласия на сайте bosch.ru, да, то есть, как только мы его открываем, мы видим уведомление, да, что этот веб-сайт использует куки для повышения функционала и удобства. И говорим, что если согласны, то нажимаем согласие, либо изменяем настройки. Ну, и то, вошли настройки профессиональности, да. Ну, такое, конечно, можно более простые вещи использовать, да, но вот у Bosch мне очень нравится этот пример, потому что позволяет, скажем так, настроить, да, то есть, такая фишка, которая показывает, что компания заботится о защите персональных данных и позволяет вам как-то сами выбрать тот уровень, на который вы согласны. Также при, ну, как бы, может быть, уже все тоже знают, когда мы звоним в компанию, нам начинают с нами общаться, нас предупреждает так, что производится запись разговора, и тем самым, как бы, если мы согласны, мы продолжаем общаться, если не согласны, мы выждем положить руку, тем самым берется согласие. Вот, это что касается проверки Роскомнадзора. То есть, в принципе, вот этот слайд можно вполне использовать, да, для подготовки, пройтись по нему, то есть, я думаю, вот план плюс слайд, да, это план, это то, что надо сделать, это первый слайд был, здесь, что должно быть, при том, в тот момент, когда к вам придут. Вот, вот это можно использовать в работе. Презентацию я тоже положу в личный кабинет, поэтому, как бы, сможете увидеть эту информацию. Так, идем дальше. Так, это мы посмотрели. При проверках Роскомнадзора какие типичные нарушения, да, это не опубликована политика. За это также у нас предусмотрен штраф. Ну, в моей практике было, что, скажем так, компания меняла сайт, и мы, скажем, эту ссылку потеряли при переносе. Вот. Я не знаю, как это получилось, Роскомнадзор отреагировал в течение месяца. К нам пришел запрос о том, что, а где у вас ссылка на данном сайте. Вот, мы объяснили ситуацию, как бы, показали ссылку, написали, что вот мы выложили. В принципе, к нам никаких санкций не было применено, но при этом, имею в виду, как бы, быстрота реакции Роскомнадзора. Наверное, это совпадение, ну, как бы, вопрос. Это обработка данных посетителей без согласия, да, то есть, мы, когда мы берем, получаем данные, но не при этом не ставим, скажем так, не берем никаким, никаким образом согласия. Это тоже будет нарушение, ну, и, конечно, некорректные типовые формы. Незаконная обработка персональных данных, то есть, когда мы не собираем согласие, согласие не соответствует требованиям, и обработка по достижению цели, да, например, мы, скажем так, мы не удаляем наши данные, да, то есть, мы уже, ну, не удаляем персональные данные субъектов. Тоже будет, скажем так, нарушением. По поводу согласия не соответствует требованиям. Скажем, такой пример рассматриваем на 16-часовом курсе, когда компания пострадала, что она заключила договор, в котором и согласие взяла в рамках данного договора, и согласие не соответствовало требованиям. Тем самым на них наложили штраф, и штраф был за несоблюдение защиты персональных данных при неавтоматизированной обработке. То есть, и это за счет того, что обработка неавтоматизированная производится, они исполняли там, что-то, седьмое постановление правительства, и на них в данном аспекте наложили штраф. Тоже вот интересный случай, там можно будет посмотреть, его выложат тоже в личный кабинет. Конечно, это нарушение коэффициальности передачи третьим лицам согласия, ну и неактуальное уведомление об обработке персональных данных, о чем мы уже говорили. Что в случае передачи персональных данных работников за рамками АТК нужны отдельные письменные согласия под каждую цель, зарплатный проект, агентство, ДМС. С точки зрения зарплатного проекта, здесь тоже есть нюансы, да, то есть при организации процесса необходимо либо собирать, либо правильно оформлять сам процесс оформления на передаче банку информации о персональных данных работников. Форумы на сайте должны содержать цель, сроки обработки, перечень действий и отметку о согласии. Ну и, собственно, выделил позицию Роскомнадзора, что в подавляющем большинстве случаев у операторов нет оснований не подавать уведомлений в реестре операторов персональных данных. Да, то есть, ну, как бы, поэтому можете проверить свою компанию, есть ли она на данном портале. Проверить, на самом деле, тоже очень просто. Так, потом реестр. Ну и вводим компанию, ну, например, вот, угадал, вплоть до названия организации. Ну и, собственно, видим, вот, например, недавняя компания, которая работала, да, то есть дата регистрации ее 10, дата начала обработки персональных данных на 1-11. Да, то есть мы видим, что компания заранее озаботилась о том, что она начала обработать персональные данные. То есть она еще подготавливается к этому вопросу, да, и дала заранее. Кстати, если возникают вопросы, как правильно заполнить, скажем так, уведомления, находите компанию близкую к вашей, там, забиваете, смотрите, как она подала, да, и смотрите, как она работает, что она внесла сюда. Ну, то есть если это вдруг возникнет. Ну, там, на самом деле, все просто, есть еще пояснение. Поэтому достаточно понятно. Так, у нас уже времени мало. Так, что, по поводу родственников мы опять же сказали, по поводу посетителей сказали. Ну и, собственно, да, действительно, позиция Роскомнадзора, что для граждан наличие компаний в реестре свидетельствует о легитимности обработки персональных данных. Более того, скажу, что в последнее время, вот, и для компаний, когда, то есть, новые компании выходят на рынок, да, то есть они начинают что-то делать, вот, и, как бы, ну, особенно банки смотрят, там, что компания правильно обрабатывает персональные данные, что она есть в реестре, и это такой, скажем так, маячок, да. То есть, если наша, ну, если компания, там, зарегистрируется, да, что она хотя бы озаботилась, подумала над направлением данной темы, и можно таким образом хотя бы посмотреть, что кто-то занимался этим вопросом компании, или это вообще никак там не отрегулировано. Также, возможно, вас проверит ФСБ, да, то есть, если вы используете средства криптографической защиты, да, то есть при проверке у вас проверят назначение ответственных, учет машинных носителей, наличие сертифицированных средств защиты, модель УГРОС, определение уровня защищенности и требования класса СКЗИ. Модель УГРОС, есть приказ у ФСБ, он на первом слайде есть, соответственно, в нем его нужно использовать, есть нормативный документ, который ФСБ разработал для применения в, при разработке частной модели УГРОС, применения в средствах криптографической защиты, и это надо учитывать. То есть, если у вас предусмотрено применение средств криптографической защиты, вы должны посмотреть нормативные документы и ФСБ, и модель УГРОС разрабатывать, соответственно, еще и с их методикой. Ну, соответственно, что-то штрафы, представление об устроении причинных условий, срок один месяц, соответственно, 12-13-го. Так, что еще интересно, плановые проверки регуляторов вы можете посмотреть, внеплановые не сможете, да, но плановые как бы есть на портале, они их опубликовывают, вы их сможете туда, ну, там проверить. Что касается ответственности, ну, она достаточно такая большая, да, то есть есть уголовная, есть административная, ну, и, собственно, можно еще моральный бред схлопотать, скажем так. Соответственно, ну, времени достаточно мало у нас, коснемся, но быстро пройдем, да. Соответственно, возможно, и штрафы, и работа, ну, здесь, в принципе, видно, да, и основная статья там, квазадмистративная, 13-11, да, вот, в которой вы можете получить как штраф, так и предупреждение. Также можно, в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, там, будет применено и увольнение сотрудников, то есть попозже. Ну, и вот пару примеров, да, то есть, если должностное лицо без согласия человека разгласил за оплату премии вознаграждения по договору, передал данные дружеников в юридическую фирму, чтобы составить исковое заявление и разместил копию заявления человека, конечно, собраться на стенде. То есть, инспектор ему квалифицирует такое внушение, как разглашение персональных данных без писем на согласии человека, да, ну, и мы видим, какие штрафы. Собственно, и вот есть такое интересное. Бухгалтерный предоставляет сотруднику расчетный листок, справку, сведения о страховом стаже и другие документы. Инспекторы Роскомнадзора могут квалифицировать как сокрытие человека и персональных данных, ну, и, собственно, штрафы. Должностное лицо отказывается принять к обработке новые паспортные данные, банковский реквизит или другую информацию, тоже штраф. Небрежно работаем с документом, персональные данные, сотрудники стали известными другим лицам, ну, также, видим, есть штраф. Соответственно, должностное лицо передает имена, адреса телефона и другие данные сотрудников организации, действующих в рекламных целях, коллекторских агентствах или другим лицам, опять же, видим штраф и так далее. Собственно, более подробно, конечно, это все в двухдневном курсе, потому что мы рассматриваем каждую из статьи, я попытаюсь привести примеры из судебной практики. Раньше был сайт Росправосудие.ком, на нем были все эти решения судов доступны и было удобно, но такой поинтересной случайности, этот портал был заблокирован Роскомнадзором из-за того, что они раскрыли персональные данные, не обезличили решение суда и на них подали жалобы и заблокировали. То есть, по решению Роскомнадзора, они их же заблокировали. Но есть и другие порталы, но это единственный, там очень проблематичный поиск. И, кстати, всегда можно посмотреть, попытаться найти на них, что может быть, если мы что-то не исполним. Какие могут быть проблемы. Но на самом деле, по практике судебной, когда вас смотришь, знакомишь с ней, там штрафов 500 рублей, но выписывают за простые вещи. Школа опубликовала на сайте список учеников лучших. То есть, согласие не получено, попали. На портале разместили список лиц, которые владеют земельными паями, не обезличенным. Тоже наложен штраф. ТСЖ опубликовала список должников, как обычно, на эти подъезды приходите. Сейчас уже пишут хотя бы квартиру и сумму. Раньше я видел, когда там эфи писали, попали. Из такого интересного. Очень интересный случай рассматриваем, когда уголовная статья, правда, была. Человек, занимающий должностное лицо, имея доступ к базе, за деньги передавал персональные данные через WhatsApp, скажем так, к третьему лицу. Получил уголовную ответственность, попал под нее. Все это можно посмотреть на... Кстати, есть портал, сейчас судак.ру, по-моему. На нем уже тоже можно поискать. Сейчас я найду. Ну да, вот судебные нормативные акты. На нем не искал в последний раз. Находил тоже интересные там... Находил интересные решения. Что еще? Ну, если брать все-таки полный курс, да, то есть мы, в принципе, сейчас прошли какие-то основные моменты из каждой тем, да, то есть там мы рассматриваем более подробно правовую базу. Сами процессы приведения обработки персональных данных, да, на соответствии с законодательством, да, то есть очень важно, конечно, когда мы все это дело внедряем в компанию, обратить, ну, скажем так, комплексно подойти, да, то есть не то, что вы назначили вас ответственными, кинули вас, да, то есть вот сказали, вот вы ответственны, как это обычно бывает, и делать ты там что хочешь. Вот, здесь все-таки мы стараемся обращать внимание, что, а как вообще к этому подойти, да, то есть мы должны, первое, заучиться поддержка руководства, да, мы должны определить с ними вот эти границы, те, что делаем мы, какой бюджет, что они хотят от этого, вот, чтобы все-таки, когда мы приступили к работе, мы, скажем так, не были брошены, и мы довели проект до конца. Вот, это тоже мы стараемся рассмотреть. Порядок работ по приведению, по созданию системы защиты персональных данных, проводим обзор технических средств защиты, которые нам необходимы, и рассмотрим более подробно ответственность за нарушение законодательства и проверки регуляторов. Собственно, ну, курс поможет делать то, что видно на сайте, мы это уже все проговорили, ну, и кому будет полезно. На самом деле на курс приходят различные люди, это, как бы, сотрудники и IT, и подразделения IT, и подразделения информационной безопасности, там, сотрудники HR, разработчики информационных систем, ну, и руководители компаний. Также у нас были представители компаний, которые разрабатывают средства защиты, да, потому что им важно говорить с компанией, со своими заказчиками на одном языке. Вот, и представители образовательных учреждений, потому что у них достаточно большой тоже объем работы в данном направлении. Соответственно, по окончанию обучения вы можете получить как свидетельство, так и удостоверение, сертификат. Если у вас остались вопросы, пишите, вот, ну, в принципе, все вопросы, ну, достаточно подробно, скорее всего, они будут озвучены на двухдневном курсе, и там, как бы, более подробно все это можно пройти. После курса я положу в личные кабинеты, собственно, какую-то информацию, да, которую я обещал в ходе курса, и в ней, скажем так, вы сможете ей воспользоваться, ну, и данную презентацию для вашего удобства. Если кого-то заинтересует, то ближайшая дата курса будет 17 ноября, это двухдневный курс, будет проходить в субботу, вот. Ну, и более подробно о курсе можно получить на сайте. У меня все. Спасибо за внимание. Вот ваши вопросы. Так, еще, что у нас по вопросам из зала? Да, да. Только в Европе, вот, в России такая замороченная система. Не, 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 вот. Во всех штатах. Нет, смотрите, вот если брать GDPR, да, то есть, ну, на этом курсе мы, конечно, смотрим его соответствие со 152-м законом. Вот, очень много где там совпадений есть, да, но если там брать, как бы, отдельные вещи, там где-то, там где-то больше, но больше у них, да, то есть, не сказать, что... А тот же GDPR, он достаточно много сейчас требований предъявляет компания, вот, поэтому не только у нас. Да и в целом, вот, кажется, что это, ну, достаточно много или, вот, как-то заморочено. А когда начнете приводить, ну, так и надо. То есть, вот это соглашение конфиденциальности, его действительно надо... Ну, компании-то заменимаются, вот, занимаются. Когда ты приходишь что-то покупать, тебя собирают данные, никто никаких согласен, там, ну, минимальные, как-то, если медицинские какие-то там, в остальных случаях ничего не собирают. А здесь вопрос, когда это будет? Ну, это был 5-5, надо. Ну, вот, GDPR, вот, он... Я знаю, в данном случае. Все старые, не видел, что ли? Нет, я про зарубежку. Два дня, 17-го, и, ну, 17-го начала, и, соответственно, следующая, там, следующая суббота. Да, да, да. Вот, ну, как бы озадачились, скажем так. Да, даже, кстати, по поводу озадачились, был запрос на обучение по GDPR-у, компания работает в России, да, но ориентированно на страны ЕС, на работу с ними. Вот, и прям вот, прям вот, надо срочно, надо работать, надо прям, как бы, ну, запрос пошел, то есть, скажем так, в июне, то есть, с мая вступил, да, в июне уже был запрос. Поэтому, как бы, народ в этом плане озадачился. Вот, 17-го и 24-го, получается. Ну, это один из вариантов, может... Не, это другая компания, да, это просто, не-не, компания недавно создана просто, и, как бы, подалась, то есть, она еще начала обрабатывать персональные данные, подготовилась к этому, и, по-моему, подала вот данному уведомлению. Ну, это в качестве примера, то есть, можно взять любой, там, банк, или какую-то компанию серьезную, которая там занимается. Ну, вопрос такой, если это безличные персональные данные, здесь один вопрос, да, если вы получили эту информацию по электронной почте, непонятно, и это не безличная информация, вы должны получить согласие, а дальше, соответственно, как бы, ну, все, он рассмотрел вакансию, вы человек, скажем так, не взяли, вот. Ну, если взяли, вы получили новое согласие, да, там, и положили, там, вы личное дело, а если вы его не взяли, то есть, все, цель, как бы, исполнен, удалить. А, не, просто удалить. Что такое, что, что, на данные, в том числе, они включают, и, правда, там есть удаление, и включают обработку, что данных, и, в том числе, удаление. Ну, да, да. То есть, обработка произошла? Ну, все, удалили, да, и все, на этом, как бы, на этом можно успокоиться, что называется. То есть, ну, согласен, если получен, ну, нет, если они, опять же, обезличены, то есть, если человек сделан обезличенными, да, то есть, вы получили через какой-то портал, да, или от кадрового агентства, с которым... Ну, согласен, да, то есть, вы, вот, здесь вас запросит процесс, как у вас организован партал. Да, то есть, в... При проверке, да, то есть, есть отдельный вопрос, да, как, каким образом вы получили, да, то есть, вы должны подготовить справку о порядке поиска и подбора персонала с приложением, подтверждающих документов. Справки в отношении персональных данных на замещение вакансов должности должны указать источник получения права и основания обработки, да, и правовое основание. Значит, вот, это обезличенные персональные данные, если вы не взяли, то, как бы, получили по почте, надо получить согласие. Обязанность по предоставлению... Обязанность по предоставлению согласия должна лежать на, скажем так, на операторе. Вот, поэтому здесь, скажем так, вам надо будет доказать, что вы получили обезличные персональные данные. Вот. Поэтому, вот, скажем так... Что так, еще давайте посмотрим вакансии, которые здесь. Ну, на самом деле, вот эти вопросы кадровые, они, конечно, вот, потому что у нас в числовом курсе, они так... Ну, мы стараемся рассмотреть все разъяснения русскому надзору, которые там по данному вопросу найдены. Их достаточно большое количество, и там не все так просто. Вот, там, прям... Прямо надо голову поломать, как правильно себя там прикрыть вот в этих вопросах. А, нет, ну, вот в гарантии-консультанте можно найти эти все, как бы, комментарии к закону каждой статьи. То есть все есть, но мы, как бы, при написании курса это все было учтено. То есть все вот эти рекомендации, то есть они там просмотрены и включены. Еще вопросик. Занимаюсь, вроде чем, для трансфоровых подписей, как для бюджетников, так и для коммерческих. У меня это само бюджет. Грубо говоря, собираем информацию в целях, ну, передачи ее от обеспечения, ну, отостояющему центру. Ну, соответственно, согласие они подписывают тоже, с удостоверяющим центром. У меня ничего не подписывают, как бы, я при этом вижу и паспорта, и копии их делаю. А вы будете включены в список лиц, как ученых? Да, то есть, ну... В удостоверяющем центре не замарочек. С фамилией вписывают, что я просто, соответственно, лицо... А там уже чья тема еще с доверенностью, у вас доверенность еще есть на представлении. С доверенностью на меня. Вот эту тему, кстати, там есть. То есть я вот не очень понимаю, но при этом хранятся они у меня в кабинете, ну, пусть сейфи, но все равно. Ну, никаких согласий я ни с кого не беру, потому что они даже не предусмотрены. Я же не себе собираю. Опять же скажу, не... Вот эту тему с написанием доверенности, она тоже есть в разъяснениях. Мы ее рассматриваем, но я вот... Это не быстро сейчас. То есть по закону... Ну, это непростой вопрос, на это надо обратить внимание. Они там должны храниться после достижения цели, например, о получении ЦПшки удаляются. Но закон меня обязывает и хранить на протяжении всего действия ЦПшки в чем у себя в кабинете. А вторая копия хранится в достоверяющем центре. Ну, скажем так, вот сейчас в рамках этого уже долго будем, поэтому мы сталкивались. Это мы рассматриваем в курсе. Это был отдельный вопрос, после чего мы это включили. Потому что тоже вопрос был по доверенности. Люди передают свои персональные данные, товарно-кладные вписывают их при получении материальных ценностей. Вот. И вот это отдельно, скажем так, надо обыгрывать, да, то есть в документации. Вот этот вопрос тоже есть. С экспедитором нужно еще подписываться, Вася. Ну, есть там. Интересный вопрос. Второй. Какой диплом или сертификат должен иметь ответственность за право-вторых персональных данных? Ну, как минимум сертификат... А в чем нас этот специалист? Шучу, конечно. Вот. Но в целом... Нет, там должностные обязанности должны у вас быть прописаны. Вот. Какой-то отдельный диплом или сертификат получать не требуется. Презентацию вы их куда-то скинули, да? Презентацию скинули, да, в личный кабинет. У вас же у вас есть личный кабинет, да? У меня нет личный кабинет. А почему? Мне кажется, когда вы регистрируетесь, у вас же есть личный кабинет. Не знаю, мне пришла ссылка после всего. Ну, значит, кто-то вас записал. Вот. Вот кто вас записал, у него должен быть личный кабинет, да? Я прислал ссылку, я бы не перешел, записал свое хранение и отчество, но я их не порой, но я вам ничего не задам. Ну, если что, можно в отдел, да, они вам, по-моему, подскажут, зарегистрируют, и вы сможете у них, как бы, получить доступ, а я это все положу. Коллеги, ну, к сожалению, время у нас сильно ограничено было. Вот. Все, что мог, за это время, все, что нужно, рассказал. Поэтому жду на курс, приходите, да, и там более подробно рассмотрим данный вопрос.